Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. И начнем с цифр статистики. С начала года в Минске на пожар ИЧС спасатели совершили более 450 выездов. На пожарах погибли два человека. Девять, в том числе и один ребенок, пострадали. 333 человека были спасены и эвакуированы работниками МЧС из опасных зон. Остановимся на более значимых происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В ночь с понедельника на вторник в Зеленом Луге горел частный дом. Когда огнеборцы прибыли к месту вызвов в квартирный дом, а хозяйственная постройка рядом по третьему полиграфическому переулку были полностью охвачены огнем. Одна из квартир отселена, а вот хозяйка второй и ее сожитель, к счастью, успели покинуть горящие апартаменты еще до приезда спасателей. Пожар повредил имущество, кровля дома и хозпостройку. Что стало причиной ЧП, станет окончательно известно только после проведения экспертизы. Среди версий рассматриваются короткое замыкание электропроводки в той самой рядом стоящей хозяйственной постройке и поджог. Пока пожарные боролись с огненной стихией, в третьем полиграфическом переулке на пульт диспетчера 101 поступило сообщение о пожаре на улице Карвата. Вероятнее всего, в результате короткого замыкания проводки в металлическом бытовке загорелась одежда. Оперативно прибывшие огнеборцы в считанные минуты справились с огнем и никто не пострадал. Каждую неделю в оперативных сводках столичных спасателей появляется информация о загораниях автомобилей. Минувшая неделя отметилась рядом таких автопожаров. Так, ночью со вторника на среду на парковке возле жилого дома на улице Горецкого открытым пламенем горел автомобиль Пежо. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. В моторном отсеке француза, как предполагается, произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь уничтожил почти всю иномарку. Двигатель, лобовое стекло, панель приборов и обшивку. К счастью, никто не пострадал, но пламя успело изрядно подкоптить две рядом стоящие машины. Фиат Пунта и Фольксваген Гольф. Минск чрезвычайный. По-видимому, окончательно и бесповоротно отъездил свое и старенький Фольксваген Гольф. В среду днем по номеру 101 поступило сообщение о горящем на партизанском проспекте автомобиле. Скорее всего, короткое замыкание стало причиной загорания представителя немецкого автопрома. Ранним утром в четверг короткое замыкание стало причиной загорания на этот раз в моторном отсеке новенького Киа Мохаве. Огонь повредил моторные отсеки, бампер внедорожника. Но это не все. Жертвами огненной стихии стали еще два автомобиля. Повреждены лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы кузова новенькой Мазды 6 и Шкоды Октавия 2011 года выпуска. В пятницу около 10 часов вечера водитель автомобиля ГАЗ-2752, не справившись с управлением, врезался в мачту уличного освещения на улице Тимирязева. На момент ДТП, кроме водителя, в машине находились четыре пассажира. Одной из них понадобилась помощь спасателей. Они деблокировали 43-летнюю женщину из покореженной машины и передали медикам. С переломами и многочисленными ушибами пострадавшая была госпитализирована. Ночью с воскресенья на понедельник пожар случился в доме на Логойском тракте. В однушке на четвертом этаже загорелось домашнее имущество. Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели на полу в комнате в бессознательном состоянии обнаружили 76-летнего дедушку хозяйки квартиры. Они вынесли его из дома и передали врачам. С диагнозом отравления продуктами горения, термоингалюционная травма пенсионера госпитализировали. Сейчас медики оценивают его состояние как тяжелое. Скорее всего, к трагедии чуть было не привела от вредная привычка пострадавшего покурить. Минск чрезвычайный. Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Проблемы защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации заслуживает особого внимания. Ведь ЧС – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. И больше других в таких обстоятельствах опасности подвержены дети. Недостаток определенных знаний и практических навыков порой приводит к печальным последствиям. Завтра в республике стартует акция «День безопасности. Внимание всем!» Посвященная Всемирному дню гражданской обороны. В эти дни во всех учреждениях образования Минска пройдут теоретические занятия на тему безопасности жизнедеятельности. Они закончатся практической отработкой действий при эвакуации учащихся и персонала учебных заведений. А у нас на сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.